И всем привет! В этом видео я хочу немножко поболтать. О чем же? Наверное, на тему, которая затрагивает творческих людей, а именно тех, которые что-то, что-то создают. Например, писатель, он пишет книгу. Вот я пишу книги, у меня их примерно сейчас уже опубликовано, если не изменяет память 19. И когда ты что-то публикуешь, какой-то контент, например, книгу, тебе сразу все вот эти вот платформы, сайты, они сразу тебя сподвигают на то, чтобы рекламировать свою книгу, чтобы искать читателей, чтобы как бы делать это для кого-то. И вот я делал, да, я так делал, я искал читателей, я делал публикации, посты с призом. Читайте, ставьте звездочку, пишите отзывы и тому подобное. Но, но, когда отзывы появились, я почему-то начал с них так кринживать. Реально. Неважно положительный или негативный такой кринж. Зачем вы это пишете? Зачем? Ой, для чего мне это не надо? Такая у меня была реакция. Но, видимо, это связано с тем, что это был самообман. То есть, в реальности я не считаю ни одну свою книгу достойной прочтения. То есть, я не могу сказать, что вот эту книгу обязательно прочтите. Она просто супер просто очень-очень интересная. Если я так скажу, это будет обман. То есть, для меня да. Они все интересны. Все по-своему интересны. Каждая значительно. Ну, в разной мере, конечно же, но все равно каждая имеет свою историю. Свой смысл для меня. Своё воспоминание. Мою мысль. Но читать. Но читать мне кажется, что он же другой человек. Ему это неинтересно. Поэтому я не могу сказать ни одной своей книге, чтобы она была вот просто вот. Бестселлер. Вот прочитайте вот обязательно. Вот советую. Я не могу советовать свои книги. Не могу. Так все обстоит дело. Просто не могу. Это правда. То есть, я сам собой против. Я себя нисколько не не знаю, не знаю. Я завышаю. От тебя может стать такое мнение со стороны. То есть, да. Я считаю себя гением, но только для себя. То есть, я понимаю из чего я начинал и к чему пришел. То есть, начинал я с уровня писательства. Не знаю там. детского сада даже не детского с 1 класс то есть я был взрослый а умение было у меня первоклассника и я за короткое время все это исправил и достиг каких-то высот мастерства писательского но я повторюсь для себя то есть я когда себя что-то как-то именую я это именую для себя не для людей люди меня могут воспринимать называть как отец но я я уже для себя определил так вот первая причина почему читательнее нужны это то что мне самому это выглядит как-то странно то есть я во-первых могу посоветовать а во-вторых когда они что-то познают на творчество мне это как-то вызывает отражение такая вот получается ситуевина но и во вторых и даже может в третьих в третьих они читатели всегда понимают иначе им как будто нужно вот они прочли мое сочинение или какое-то мое видео посмотрели или мою картину посмотрели и они поняли по-своему они не готовят им нужно все объяснить почему так и почему не так это получается что книга она как законченное произведение наслаивается на него кучу кучу ненужного всего то есть чужое восприятие одного второго третье и как с этим что с этим делать я просто не знаю и поэтому объяснил второму третьему конечно у меня такой ситуации нет я старался что с малым конечно что-то один что-то не понял другой а если будет больше это уже будет проблема то есть я представляю если бы у меня было много читателей я сел такой и тут много людей и нужно что-то объяснять почему так мне это не нужно то есть для меня лично вот я создал для меня все понятно для меня все понятно и я прихожу к тому мыслью к той мысли что я создаю для себя то есть мои книги для себя и публикую для себя и это мысли очень даже хороша потому что когда ты надеешься что это не только для себя еще и для кого-то а потом оказывается что кому-то это не нужно расстраиваешься а я не расстраиваюсь потому что я публикую для себя это я получаю удовольствие от создания получаю удовольствие от прочтения то есть это мои мысли мои воспоминания мои образы моя фантазия моя автобиография это все мое и этого должно быть достаточно то есть вот есть творчество есть я и третий третий оказывается лишним так я вижу поэтому все вот идет вот нужно читать ли читать ли нужно только тому кто продает то есть он маркетолог рекламщик сммщик там не знаю кто еще плюс писатель но конечно ему нужно продать вот он этим занимается он рекламирует а когда у меня все мои книги бесплатные то это сразу отпадают то есть ее могут скачать десять человек может сто а может тысяч или миллион у меня Саркантильная страна, просто сразу же отпадает. Также YouTube, в YouTube все мои видео также бесплатные, зритель ничто не платит, хотя он может и хейтерить мои видео, как угодно, может охватить, наоборот, лайки ставить или дизлайки. Мне-то что стало? Я, конечно же, делал для себя, для меня это было очень интересно. Картины. Картины, вот которые кружочки, также бесплатные. Также я их показываю бесплатно и могу там отдать на выставку тоже бесплатно. Мне из-за этого ничего не нужно, правда никто и не возьмет. Да, в общем-то, мне тоже это не нужно. Я их создаю также для себя. И вот эта вот модель, модель творческого человека, который делает для себя только для меня, она более близка. Хотя все вот эти вот сайты, все платформы, наоборот, стремлены на то, чтобы ты делал не только для себя, но и для людей и все. И стремился к этому, чтобы ты их ублажал, их желания, подстраивался под их желания, под их вкусы. Там не знаю. В общем, мне это категорически не нравится. Но я не мастер говорить. Это было уже известно давно. И даже годы блогерства ничего не справляют. Но я просто хотел высказаться. Такая болталка, можно сказать, не о чем. Просто мысль. Мысль, да. Конечно, людям это не понравится, что я от них как-то отстраняюсь. Но просто это понимаешь, понимаешь, что не нужно. Не нужно. Какой-то кринж. Честно. Спасибо за прослушание. Поехали. Давайте об этом.